Украина – это как моя вторая страна, знаешь? Сегодня в Украине ты приехал минус 11. Это для тебя, это ву-у-у-у-у-у-у! В металлург все время у нас такой, знаешь, файт такой. Украина – это очень красиво, и девушка – это супер. Я скажу, как ты будешь живешь сюда? Я скажу, да, вот. Моя бабушка все время… Он меня называет папушкой. И ты его как перевернул, а он мне после матча говорит, а у него нога, как у моей две. Объясни мне, как Гвардиола мог поставить Зинченко на позицию левого защитника? Он был великим футболистом. Я уверен, что он станет великим тренером. Предлагаю сыграть такую игру. Пять фактов про чемпионат Украины. Правда или это not true? Нет. Нет. Нет, правда, правда. Тож маленькая комната, ничего особенного. Не выставлял, как рок-зирка, собей каких-то слов. Нормальная, нормальная. Нет, потому что был очень сильный для меня, да. Народ, я-я туре в Украине. Он будет работать в Олимпику и это очень круто. Я-я, рады видеть тебя в Киеве. Расскажи, почему ты решил приехать опять к нам? Это, понимаешь, ты человек, который играл в Барселоне, в Майн-Сити, Олимпиакос. И ты приезжаешь в маленький клуб. Олимпик – это очень маленький клуб. Конечно. Не, все, это тоже, это только, смотрите, если я был, я был профессиональным, я буду стараться сюда, на украинском, знаешь, «Металлогу Донекс». Знаешь, и моя профессиональная карьера будет такой, на «Металлогу Донекс». И сейчас я буду смотреть на другого, и у меня новая карьера – это такой, был тренер сейчас, знаешь, и для меня очень важно, если я был на Украине как игроку, сейчас, где был на Украине еще раз, как тренер, для меня это супер, знаешь. Потому что все время, если я любил, они, человек помог мне, и, потому что, как я скажу, да, моя бабушка все время Украина, так как моя вторая страна, знаешь. Он меня называет бабушкой. Этот частый вопрос задает и ему, и мне. Смотрите, за время нашего сотрудничества, мы так сблизились, стали чисто близкими людьми. Мы знаем все друг про друга, и всегда готовы прийти на помощь друг другу. Поэтому близкие люди ближе не будут, как говорится. Поэтому он и называет меня папушкой. И все время, если я любил, я хочу, чтобы человек помог мне, все время я буду смотреть сюда, на Украину, и они очень хороши на меня. Яя, ты приезжаешь в «Олимпик» не за деньгами. Тут очень скромный бюджет, очень скромный, да? Какая вот твоя мотивация? Ты бы мог пойти в «Сити», вот мы смотрим «Сити Ливерпуль», и работать там в «Ю-19», «Ю-17» спокойно? Конечно, это правда, знаешь, потому что у меня важно пойти сюда. Почему? Потому что, знаешь, для меня это другое спрессия, да, знаешь? Потому что этот человек, конечно, я, может быть, на другой стране, как у другой команды, потому что я был игроком, много хорошей команды, знаешь, и клуба. Для меня очень специально важно. Если я иду назад на Украину, это для меня, это очень снификация, знаешь? Потому что я старт, моя первая карьера, как футболиста сюда, на Украину. И я хочу старт. И я, может быть, буду старт уже еще раз, как моя первая карьера, как тренер, знаешь? И для меня это очень важно, знаешь? И, конечно, если ты говоришь такое, потому что сюда, на Европу, на английском, здесь моя жена, мой ребенок, мои друзья, все. Украина для меня, это все время будет специально для меня. Что тебе сказал Дмитрий Дмитриевич Селюк, да? Это он предложил этот вариант. Как ты воспринял? Ты не подумал, что куда там ехать? Сегодня в Украине ты приехал минус 11. Это для тебя, это воу-воу-воу-воу, да? Нет, конечно, нет. Потому что если я был на, сколько, нет, 20, 20, 20, я был на металлок, если я был на 2001, нет, 2002, после я был на Бельгике, я на Украине все время будет такое, знаешь, минус 20, минус 11, минус 12. Но для меня это оружие, знаешь, как я, потому что сюда я могу работать как нормальная, как, знаешь, я должен работать очень сильно, на Бельгике, номер один еще раз, знаешь. И для меня это так, знаешь, если я был украинцем, или я был металлок, знаешь, года назад все время как человек, как Зотов, как Юра, как Саша, Чечер, они все время на моей заде, знаешь, говорят, да, ты должен работать, ты должен работать. Я скажу, нет, технические, я есть, они скажут, нет, ты должен работать большей. И это, это нормально, знаешь, ты слушаешь человек, как они думают, и они смотрят, как, знаешь, живешь сюда, или делаешь работу на Украине, это очень сильно, знаешь. И если ты пойди, по-разному, на Европу, на оружие команды, это другому, знаешь, все было нормально для тебя, знаешь, потому что есть человек, по-разному, если я был на Манчестеру, или на Барселону, или на Монаку, все было нормально, знаешь. И для меня было нормально, я звонил, они все сразу, я скажу, папушка смотрит сюда, они дают меня все. Я хочу это, они пришли меня, они так, если я был на Украине, будешь я, ты должен работать на... Я говорю, это супер, знаешь, это супер. Я хочу такой, был нормальный человек, как я, на Белл сюда, я должен работать очень сильной, знаешь. А теперь конкурс от наших партнеров компании Favbet. Выгравай футболку Манчестер Сити с автографом Яя Туре. Для этого, для начала, подписывайся на YouTube канал Бомбардир, если ты до сих пор этого не сделал. И в комментариях напиши, как думаешь, кто из гравцов УПЛ сможет повторить легендарный шлях Яя Туре. Я маю на увазе то, что начать карьеру в Украине, а потом стать зеркой топ-чемпионату. Найкращая аргументация отримает подарунок. Не забывай про то, что УПЛ повертается, и наши партнеры компания Favbet сделали целую линейку на переможца этого турнира. Фаворит Шахтар, коэффициент 1,7 на перемогу. На Динамо двойка и на Олимпик аж 500. Переходь по линку у закрепленном комментарии и запалю игру вместе с Favbet. Я тебе предлагаю сыграть такую игру за то время, как ты не был в Украине, как ты не играл в Украине, очень многое изменилось. И у меня 5 фактов и 5 вопросов к тебе. Как ты на них ответишь? Правда или это not true? Окей. Первый факт про чемпионат Украины. 10 команд из 16 с чемпионата Украина, в котором ты играл, это сезон 4-5, 2004-2005, прекратили свое существование. Или в одном или другом виде. Это Днепр, Металлист, Арсенал, Металур Донецк, Металур Запорожье, Аболонь, Борисфен, Закарпатья, Таврия, Кривбас. Некоторые из них потом как бы перевосстановились. Это правда или нет? 10 из 16 команд. Правда. Правда. Да, это правда. Поздравляю. Почему ты так решил? Нет, потому что если я был, я знаю много команд, как Арсенал, Непр, Петровка и такие, ну, знаешь, команды. Потому что если я был на Украине, я был 2 года, я думаю. 2 года. И я знаю, потому что я, это так, я знаю чуть-чуть язык, русского, знаешь, потому что я был, если я был на Донецк, я был с Ильейной, эта девушка все время помогла мне, если я был на Донецк. И супер, потому что я был очень хорош. Второй факт. Когда ты играл в Металлурге, постоянно ваш клуб критиковали, что вы не могли бы играть в Донецкий Шахтер. Я думаю, ты это помнишь. После твоего ухода Донецкий Металлург выиграл у Шахтера 2 раза и столько же раз у Динамо. Правда это или нет? Нет. Нет. Правда. 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 Не, 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 не. Один отин. Почему Металлург не мог играть в Шахтер? Почему вам так сложно было с ними играть? Нет, потому что Шахтер это суперкоманда. Знаешь, потому что они все много игроков в Бразилии, знаешь. И Динамо, я думаю, Динамо был очень топоркоманда тоже. Потому что все время было первым Шахтер или первым Динамо. И это двоем. И в Металлург все время, у нас такой, знаешь, файт такой, были, может быть, вторым. Все время был Шахтер или Динамо. Шахтер, Шахтер Динамо. Первый, второй, да. Окей. После твоего последнего сезона в Украине в Еврокубках украинским клубам чаще всего они играли против Манчестер Сити. Я думаю. Ну часто. Вы играли очень часто. Часто? Да, да. Нет. Чаще всего, чаще всего играли против Браги. 12 раз. Но потом идет Манн Сити. 10 матчей. Представь, 10 матчей с Манн Сити. 9 матчей с Барселоной. Украинские клубы играли. И 9 матчей с Олимпиакосом. Тоже твоим любимым клубом. Это первый клуб, да. После Металлург Донекс я был на Олимпиакосе. Только один год. Скажи, как тебе было играть против украинских клубов? Когда ты был в Манн Сити, ты приезжал сюда. Как ты вообще это все воспринимал? Нет, потому что есть время я был, да, если я был на Манчестер Сити, у нас будет играть наш Шахтер, и потом играть наш Динамо тоже. Было супер, знаешь, потому что если я иду назад, да, нормально, потому что Фернандиньо тоже был играть на Шахтер. Мы все время были назад, знаешь, как игроку сюда, на Европу, скажешь, о, Украина это очень красиво, и живушка это супер. Я скажу, как ты будешь живеть сюда? Я скажу, так, бля, года назад, знаешь, у нас нормально, потому что если у нас иди назад, это все время, знаешь, потому что есть другая, другая, они бы иди сюда, смотрят, о, я как дела, может, майка тоже, подписать бумагу, знаешь, это супер, знаешь. Яя Туре входить до легенд АПЛ, я нещодавно виделся статтю на Зеатлеті, 60 найкрутіших футболистів АПЛ новой доби виставляли, и Яя там. А еще я вам хочу сказать, что человек очень прост, и живет в маленьком номере, в счастливом. Взагалі простенько, смотрится футбольчик, вы видите, я даже не верю, что я такую человеку знаю. Отож, по бытовым условиям, это очень интересно. Как Зинченко тебе вот сейчас, как его прогресс, он так раскачался серьезно, да, я думаю, ты это тоже заметил. Нет, в зевченко, они очень профессиональны. В зевченко, они все время работали, сейчас, я думаю, они работают много на жимназви, знаешь, как он такой, блюде-блюде. Я скажу, что уже такое, иди, знаешь, пойди чуть-чуть, потому что будет такой, потом будешь, в Москве такой, Engineering будет проблема. Сейчас, знаете, на английском футболе, все игроки хочут быть таким, знаешь, потому что английское футболе, это очень, очень такой, знаешь, знаю, физика, — Ты же не маленький, Яя, а твои ноги такие, как у меня две, чтобы выйти на эти ноги. — Нет, потому что я был один год и половину не делал профессионал в футболе, знаешь. — Да ты когда играл, у тебя тоже такой здоровый. — Да, конечно, потому что я был… — Я помню, Яя, вы играли с «Динамо», в «Манчестер Сити» играют, и ты против «Рыбалка» там есть такой. И ты его как перевернул, а он мне после матча говорит, что у него нога, как у моих две. Не, ну это правда, Яя, как ты людей бросал. — Конечно, тебе в зал не надо ходить. Зачем тебе в зал ходить? — Нет, потому что сюда, в английском, я думаю, игроков делят много москва. Почему? Потому что это много матчей, знаешь. Лиг-коп, чемпион-лиг-бок, в «Сити» были игры. Потому что если ты играешь в первой лиге, в «Эфе-коп», в «Лиг-коп», и ты можешь быть на Европе, ты можешь играть в «ЮФА», или в «Чемпион-лиге», это много матчей. Знаешь, как-то три дня – матч, матч, матч. И если ты играешь в «Сити» матч, потом ты будешь такой, знаешь, очень сильный и очень физический. Потому что первый английский чемпионат – это 100% такой. Ты будешь в «ФАЙТ», ты знаешь, они дают тебя, ты дают ему. Это нормально, знаешь. В Европе это к другому. Я читал вот о тебе, в чем фишка «Яя Туре», да? Говорят, думали, взяли футболиста, который будет в центре отбирать и отдавать, а ты играл на всех позициях, любое место, ты мог делать абсолютно все. Нет, для меня это нормально, почему? Потому что я был академик, знаешь, на «Жамар-Гю», и моя бабушка тоже знает, я был академиком, знаешь, и я должен работать в все позиции, знаешь. Только позиции нет, это правда левая, знаешь, сзади как… Ну, вратар чуть-чуть. Можешь и вратарь, если что. Вратарь чуть-чуть, если, может быть, один… Красная карта, знаешь, они… Я должен пойти в вратарь, потому что я тоже такой… Сзади, может быть, на центре, потом, знаешь, номер 10 или номер 9, я могу. Или, правда, мельфинал, я могу. Левая тоже, потому что это все семьи, знаешь. Это только левая, правда, они все время бегают. Ну, как, объясни мне, как Гвардиола мог поставить Зинченко на позицию левого защитника? Как? Нет, потому что, знаешь, они… Это так я скажу все время, потому что футбол – это… Если ты много больше, ты будешь делать такую правду, знаешь. Это так, это для меня – это позиция, и это как ты будешь дать мяч. Знаешь, как это? Потому что для очень хороших тренеров – это первое – это техническое. Если есть техника, если один игроку есть техника, потом другому – это только информация. Если ты дай норму, хорошую информацию на это игроку, потом это другому, знаешь. Потому что если ты смотришь, может быть, Пелегрини. Пелегрини – они хотят игроку как технического. Маленький и такой пас. Пеп тоже они хотят пас. Знаешь, если ты смотришь другой тренер – это только физично. Бегайся, бегайся, бегайся. Но если ты смотришь, может быть, на страны, как Спания, Бразилия и, может быть, другие страны, это другая культура на футбол, знаешь. Футбол – это техническое. Если я бегаю сюда, это будет правда. Потому что они дают мне очень хороший пас, я пойду и скоро. Но если ты, Береса, забил гол, это только позиция, я забил, бегать на тебя. Потом, если ты пойди назад, а это есть мой друг, ты будешь, знаешь. Потому что это только все время, знаешь, как компакт, группно. Если компакт, если нет мяч, это другому. Ты можешь рекуперировать мяч очень быстрее. И это человек все время на центре только бегает. На Спании они говорили, как ты делаешь ронду другими командами. Треугольниками. Да, это такой пас, они бегают сюда. Пас туда, другому они бегают. Потом они будут все финишить, знаешь. Это футбол, знаешь, и я по нем стал. Потому что я тоже, если я был футболист, я не хочу бегать, знаешь. Я хочу делать акцию. Если я делаю акцию, это только забыл гол. Или хороший пас, или, может быть, делать другой пас. Такой, они, можешь играть сюда. Это все время было, да. Я видел фотографию, ты в футболке лондонского арсенала. Как Арсен Венгер, который считается одним из лучших селекционеров в мире, тебя отпустил? Как это возможно? Это так, я скажу тебе. Это все время, я говорю, моя папушка, это очень хорошо. Потому что, если я был сюда на Бевринге, потом я пойду сюда 6 месяцев или 6 месяцев на Арсенал. И Арсен Венгер будет, ну, ты потом такой. Потом Дима скажи мне, окей, я все знаю, что. Пойди сюда на Директ Металлок. Ты будешь работать больше и потом будешь супер. Я скажи, Украина, как? Они скажи, пойди сюда. Я пойдем. Два года, потом смотрите. Это был Олимпиакос, потом Олимпиакос. Был Монако, Монако. У Барселона это такой, знаешь. Это супер. В 2013 году Донецкий Металлург установил антирекорд чемпионата Украины, проиграв самое большое поражение в истории чемпионата Украины. Да или нет? Нет. Ты прав. Проиграл Металлург Динамо 1-9 на Олимпийском. Но в 2010 году Мариуполь проиграл Динамо 0-9. То есть не забивал. Ты помнишь когда-то Металлург проиграл Вердеру 0-8? Да, 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 да. Я понял. Это был… Ты не был. Я не был. Но ты знал про этот матч. Да, да, я не знаю. Я знаю. Потому что я смотрю много в футбол. Знаешь, для меня все время… Моя жизнь в те времена был футбол. Знаешь? Потому что для меня очень нравится футбол. Знаешь? Потому что сейчас Сити играют так… Ливерпул, ясно. Походи с Мадрид. Дифференции, знаешь, Попуша. Знаешь, такое. Потому что для меня очень важно. Я должен понимать себя. Знаешь, я буду есть много экспориенций. И для меня… Я очень нравится, потому что я был играть много в странах. Знаешь, в другом стране. Я был играть в Вергика, потом в Французске, потом в Украине. Это другая культура. Знаешь? И в Чайна тоже я был играть. Это много… Какой футбол в Китае? Нет, потому что сюда я хочу, понимаешь. Потому что потом, если я был тренер, я могу сказать… О, я хочу… Может быть, назад я хочу игроков на Шактор. И в Мидфиле я хочу игроков на… Из Спании. Знаешь, как я скажу? Это такое… Это много идей, знаешь. Первое. Я очень люблю испанский футбол. Потому что меня все время… Барселона был номер один. Это правда. Потом я должен пойти в другом. Потому что это в другом спецификах. Знаешь, как я скажу? Потому что… Если хочешь один игроку, они бегут сзади, 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 сзади… Должен быть человек физико. И это… Голова будет очень строго. Знаешь? И испанский это в другом. Знаешь, менталитет. Знаешь, потому что… Они чудо. Да, они только так не играют. Если играют или работают, они не могут. Чайно как? Чайно они… Они бегают сами. Они нет. Они нет. Они нет технично. Тактикомент нет. Они не хороши. Я не хотів завершувати карьеру, и после того, как пограв у Китаи, повернулся додому в Лондон. Говорил с Дмитром Селюком. Он сказал, что надо думать дальше. По завершению карьеры я и я… Мы поговорили и решили, что в дальнейшем он должен стать тренером. Мы помним, что Яя играл на позиции того игрока, который организовывает игру команды. Поэтому, я думаю, он будет очень хорошим тренером и будет очень правильно организовывать игру любого клуба, куда не придет тренер. Вот. Почему он приехал в Киев? Так как, учитывая, что он и начинал свою карьеру здесь, и карьеру тренера, мы решили тоже начать в Украине. Параллельно он будет учиться на тренера и получать лицензию в Киеве. Спасибо Гельзину, спасибо Климовскому, что они дали возможность Яя работать в клубе «Олимпик Донецк». К сожалению, Донецкого металлурга уже не существует. Я думаю, это первые шаги будут Яя как великого тренера, как он и был великим футболистом. Я уверен, что он станет великим тренером. Потом еще все будут дорожиться тем, что я работал в Донецком металлурге. Это не про деньги, я согласился с ним. Начался COVID, пандемия, это так тяжело. И он предложил вернуться в Украину, учиться, працювать. Треба много працювать и думать про будущее, добывать опыт. Два роки тому я записал великий випуск з Яя Туре. Він досі є на каналі. Це було в той момент, коли він приїздив до Києва. В цьому відео він розповідав про Маньсіті, Донецький металлург, Зінченка та африканських шаманів. Швиденько переходь по лінку у правому верхньому кутку. Приїзд сюди – це не про гроші, а про розвиток та вихід на інший рівень. Что происходило с тобой после того времени, как ты приехал в Киев, подал документы на лицензию тренера, и вот до сегодняшнего дня, как мы встретились, что происходило в твоей жизни? Ты успел поехать поиграть в Китае, не поехать в Бразилию играть. Там какой-то скандал был вообще большой. И команда четвертой Лиги Англии, ну это вообще жесть какая-то, если честно. Ты не хотел заканчивать вообще, я фото не хотел. Нет, потому что если я был в Лондоне, я смотрю на Лондон, потому что, хорошо, будет пандемика, коронавирус будет очень катастрофа, потому что для Денгам, для всей команды, они тоже есть рестрики, как страйны, как скажи, не, если ты живешь сюда, ты не можешь жить, или ты живешь сюда, ты пойди, и ты будешь в карантине четыре дня, или пятнадцать дней. Знаешь, это много. Потом я подумаю, знаешь, потому что почему я буду делать, может быть, я знаю, два дня самолет, и потом я буду стоять на карантине четыре дня, знаешь, это чуть-чуть к другому, знаешь. И потом я смотрю, как я хочу, знаешь, я хочу играть больше, или я хочу делать другому. Потому что, как я думаю, я должен играть на одну команду, и потом сразу меняется, знаешь, сразу был тренер, знаешь. Они, я знаю, много человек, как, знаешь, если ты пойди на клуб, тренер будет смотреть тебя, потому что они будут, знаешь, больно, сильно, знаешь, потому что если ты будешь в футбол, ты будешь тренером, они будут бояться, они боятся, как ты будешь иметь на своей позиции. Это футбол, знаешь, потому что я только пойду сюда, на Олимпийск, потому что я хочу понимать, то есть как экспириенция, знаешь, как я скажу, и то, да, и я не пойду сюда только, потому что сюда это как моя вторая страна, и тоже сюда это как мой человек сюда, знаешь, будешь помог мне, был номер один еще раз. Потому что если я вчера скажи на моей девушке, что я пойду сюда, на Украину, в Киевске, потому что я думал, что сюда будет очень хорошо, потому что на Европе они человек, если они везут меня сразу, они боятся, скажут, ну-ну-ну, я потом, знаешь, и они ждут, я скажу, сейчас, смотри, звони бабушка, бабушка, ты знаешь, что, пожалуйста, я пойду, они скажут, что я хочу тренера, ты скажешь, пошел, 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 иди сюда, и потом пойду на Киевский, знаешь, это так, потому что я хочу, первые они, человек, не знаю, я, я был игроком, я понял футбол, знаешь, как играю такой, я должен был, есть, так, экспириенция, знаешь, так, знаешь, был на бенче, смотри, такой тренер, скажи мне, окей, я, ты смотри, так, другому, ты должен такой, знаешь, потому что они, это не важно, так, потому что есть много человек, например, как Перло, они, Перло, Андреас Перло, нет, были академики, они сразу первая команда тренер, знаешь, это… Неправильно? Да, нет, для меня… Не готовы, не готовы? Да, конечно, это много рисков, знаешь, это много рисков, ты должен понимать, как у нас, у нас человек, у нас есть много экспириенции, у нас с тебя, знаешь, они будут стоять на тебя, и чуть-чуть, знаешь, ты будешь, чуть-чуть, будешь такой, такой, потом будешь номер один. 2-2, решающий. Половина команд в этом сезоне в УПЛ основаны в двадцать первом столетии. Решающий раунд, вот оно! Нет. Ну ничего, у тебя будет еще время, окей, я тебе скажу правильно. Олимпик – 2001 год, Ингулец – 2013, Минай – 2015, Рух – 2003, Днепр-1 – это новый клуб, новый Днепр – 2017, Колос – 2012, Львов – 2006. Ну ничего, у тебя будет время подготовиться. Очень много новых клубов. Украинский футбол очень поменялся. Да? Да. Я-Я, мы желаем тебе удачи, чтобы у тебя все получилось. Ты, как тренер, такую же карьеру минимум повторил, а может даже еще… Нет, сто процентов, сто процентов, потому что я готовый, я готовый работать. Сто процентов. Не забывай поделиться випуск з Яя Туре, если ты его еще не дивился. Лови линк по центру екрану. И кайфуй. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok